Девушки отдыхают Ладно, я побежала, а то мне нужно еще узнать, что от меня начальство хочет Давай, увидимся позже Здрасте Здравствуйте Можно? Варвара, заходи, садись Разговор тебе есть Серьезный разговор Борис Яковлевич, если вы насчет опоздания с отчетностью ПП То просто возникли некоторые сложности Но я в ближайшее время все доделаю Ой, Куликова Какая все-таки ты непозитивная Я не ругать тебя пригласил А наоборот, загранпаспорт у тебя есть? Нет Ну конечно, я так и знал Делай срочно На нас очень важная встреча с партнерами в Турции Возьмешь у Анастасии контакты Одной конторы Там тебе паспорт оформят за пару дней Ну все, иди Да, Куликова Английский-то подучи Делаю Серьезная А ты чего? Ну все, иди Чего стоишь-то? Вот такая история Смотри, пришла Пошли Тук-тук Ну давай, колись Хорошо он целуется? Кто? Не притворяйся, у тебя на лице все написано Да что мне написано? Что у вас с Игорешей Производственный роман Смотри, Ромео Скорей новосельцев Прости Пойдем пить кофе, ты нам все расскажешь Мы никому, могила Пойдем? Это он на работе такой деловой А так он очень даже ранимый и романтичный Он мне цепочку со своим именем подарил А себе купил такую же с моим Вау У него, наверное, скидка на такие цепочки Дайте мне две Полины, две Кати и одну Варь Настя Прекрати, пожалуйста Может у них все серьезно Люди меняются в конце концов А что значит меняются? Что значит? Вот был Игорь бабником А теперь вдруг стал однолюбом, да? Не был бабником А кем? Ну скорее карьеристом, что ли Рыбкой прилипалой таким Игорь Ты Станиславовну наша из отдела кадров, помнишь? Да Ну вот он к ней клинья подбивал И не безуспешно, между прочим Да, ей 45 лет Спрашивается Зачем она ему? Девочки, а я ему зачем? Провинциалка без единого гроша за душой Получается, ваша теория Это как-то не клеится Ну ладно, ладно, все, хватит Ты о главном будешь рассказывать? Скромница О чем? Постели он как Настя Что Настя? Я считаю, что если мужчина в этом деле мастером Ему можно многое простить Да что, что он посредственность? А Игорь, не посредственность Он просто пока еще не дождался своего шанса Долго ждать будет Настя Так, ты будешь рассказывать или нет? Ну а что рассказывать? Просто все как-то быстро случилось Угу И он испугался Чего и смысл? Как это чего? Ответственности, чувств Мы решили с ним не торопиться И получше узнать друг друга Правильно Это значит, на этот раз все серьезно Да ему просто некуда привезти девушку Он ждет, пока Варя снимет себе квартиру Тебе непонятно? Настя Настя, что ты привязалась-то? В конце концов Игорь ненамного старше нас К сороковнику точно обзаведется квартирой И будет, может быть, еще покруче, чем твой Борис Яковлевич Ой Нормально все Варя в курсе уже А Борис Яковлевич молодец Он уже мне квартиру купил И мне Снимает Только я вечерами в этой квартире Телевизор погромче делаю Чтобы не слышно было Как часики текают Да А мы все говорим На концерт сегодня идем Романтика Ты квартира 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 Браво! 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 Ну, что скажет наш музыкальный критик? Не зря я тебе говорила, что Рита – талант. Не зря. Какая же она сегодня красивая была. Да. Надеюсь, теперь у нее все будет хорошо в жизни. Риточка! Варя! Рит! Какая же ты молодец! Ну, как я смотрелась? Было видно, что я волнуюсь? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, наверное, Игорь? Да. Маргарита. Очень приятно. Спасибо за цветы. Наконец-то Варвара явила миру своего возлюбленного. Вы были безупречны. Это была романтическая порывистость, стремительность и ни капли избыточности. Неожиданно. Спасибо, конечно. А вы что, увлекаетесь музыкой? Игорь закончил музыкальную школу. Вы знаете, я не считаю это образование серьезным. Я скорее увлеченный дилетант, если можно так выразиться. А почему же вы не стали профессионалом? Однажды я понял, что недостаточно талантлив для этого. И вообще я считаю, что нужно играть или как вы, Рита, или не играть вовсе. Да? Да. У нас сейчас небольшой банкет в честь премьеры. А завтра мы с мамой решили устроить праздничный ужин. Игорь, вы приглашены. Почту за честь. А Игорь всегда так высокопарно выражается? Нет, только когда пытается произвести на кого-нибудь впечатление. А-а-а! Он меня сразил на первом свидании своим красноречием. Если бы ты знала, чего мне это стоило. Да, я думаю, что Варю легко поразить. Мне уже пора. В общем, спасибо вам. Я побежала. Давай. Мне показалось, или кое-кто заигрывал с моей родственницей? Ну, конечно. Ты ведь сама просила поддержать ее. А как можно поддержать старую деву, если не вниманием интересного мужчины? Ну, какая же она старая дева? Она старше тебя всего на два года. Ну, что я могу поделать, если я предпочитаю девчонок помоложе? Ставь сюда. Фрукты можно пока убрать. Вот сюда поставь. Ну, вот. А сюда торт. Ну, как я вам? Ой, очень красиво. Можешь, когда захочешь. Мамочка, а ты почему в таком виде? Сейчас Варень жених придет. Ну, что вам, мой бантик не нравится? Это он. Ну, беги, встречай. Ну, жених, это еще бабка на двое сказала. Предложение он, по-моему, не делал. А потом, кто он такой? Сын министра, что ли? Наверняка, какой-нибудь проходимец. Познакомьтесь. Добрый вечер. Это Игорь. Это вы, Марина Александровна. Очень рада знакомству. Добрый вечер. Боже, как же Рита похожа на вас. Вот что значит порода. А, кстати, это вам. Благодарю. Чудесные цветы. Ну, что, цветы в вазу, торт на стол и прошу к столу. Конечно, научные изыскания моего отца мало были связаны с музыкой, но в нашем доме всегда музицировали. Да. А его дядя, это мой двоюродный дед, он был знаком с Шаляпиным. Да, и даже дружен. Шаляпин бывал у них в гостях. Так что Рите есть в кого. Мама, даже если дедушка дружил с Шаляпиным, ну, это не значит, что я в него. Если только про бабку Марине не согрешилась и знаменитый день. Не изви, Рита. Тебе страшно не идет. Игорь прекрасно меня понимает. Я уверен, что ваши предки гордились бы тем, что их внучка концертирующая пианист. Да. Спасибо, Игорь. Просто в консерватории решили сделать мне подарок. Ну, в кои-то веки дали сольный концерт. А так я просто аккомпаниатор. Скромничай, скромничай. Ее выступления сольные поставлены в программе на весь следующий сезон. Это не какой-нибудь одноразовый бенефис. Это... Мам, никто не мешает их снять. Виточка, ты что? К тебе такое количество народа пришло, а в следующий раз придет еще больше. Поэтому, мне кажется, никому даже в голову не придет отменить твое выступление. Варенька, ты ничего не понимаешь в закулисной жизни? Я слышал, как вы играли, Рита. И я обратил внимание на то, как слушает вас зал. Это начало большого успеха, поверьте. Спасибо, Игорь. Может, еще чаю? А давайте я поставлю, да? Вы знаете, мне пора, к сожалению. Завтра на работу. Офисный планктон возвращается из храма искусств на свои бухгалтерские галеры. Вы планктон? Мне кажется, вы акула. Угадала? Вы, Игорь, очень большие перспективы. Перспективы? В бухгалтерии? Да. О, я забыла. Ведь сегодня такое время. Все считают деньги, особенно чужие. Я в этом ничего не понимаю. Варя, провожай гости. Угу. Рад был встрече. Всего вам доброго. Рита. До свидания, Игорь. А мы вам пока косточки перемоем. На здоровье. Мам, ну как он тебе? Типичный Альфонс. Я таких хлыщей перевидала на своем веку. Только совершенно не понимаю, что ему нужны отварьки. Думает, наверное, дурачок, что я ей наследство отвалю. Ну, Рита вроде за меня, а старая графиняя точно не понравится. Глупости, ну как ты можешь не понравиться? Просто она в принципе считает, что люди, которые работают в офисе, бездельники. Ну, тут ничего не поделаешь, возраст. Ну, старушка не так уж не права. Во всяком случае, на моей должности. Ничего. Скоро все изменится. У нас намечается важная встреча с партнерами в Турции. Откуда ты знаешь? Ну, слухи по офису ходят. А почему эти слухи ходят мимо меня? Ну, какая разница? Главное, что эта встреча – это твой шанс проявить себя. А то мы по ушине недалеко. Ты думаешь? Да я уверена. Ну, как вы понимаете, мы выбирали лучших из лучших. Самых талантливых и ответственных сотрудников. Итак, навстречу в Турции с представителями головного офиса едут Людмила Новикова, Николай Завалишин, Елена Красавина, ну и, надеюсь, выучившая три слова по-английски, Варвара Куликова. Все. А Игорь? А Игорь Андреевич будет болеть за вас на расстоянии. Простите, я на минуту. Игорь, подожди! Игорь! Игорь, я правда не понимаю, почему они сделали такой выбор. Я была уверена, что ты тоже есть в этом списке. Да все, ты думаешь, я не вижу, что ты сидишь в офисе все время, выслуживаешься. Игорь, неправда. Что я в сто раз тебя умнее и ту работу, над которой ты корпишь две недели, я могу сделать за полчаса. Думаешь, нашему шефу нужны таланты? Да ему нужна такая посредственность, как ты. Игорь. А как она, как она строила себя тихонью, а? Ничего не знаю, ничего не понимает. Тебе мамочка научилась себя дуру строить? А теперь мужика себя получше отхватить не получилось, да? Игорь, старательных, конечно, много. Но в списке всего четыре человека. Поэтому, наверное, не такая уж я и посредственность. Главное, чтобы в номере был утюг. А то у меня четыре платья, и все мнутся, как не знаю что. Зачем тебе четыре платья? Мы же всего на два дня едем. Затем. Я все помирю, а ты мне скажешь, какое из них самое сексуальное. Я белья взяла тоже четыре комплекта. На всякий случай. Там же это будут американцы, и наши тоже всякие холостые из филиалов. А ты что наденешь на вечеринку? Я ничего. Это хорошая идея. Только боюсь, начальство не оценит. Я не пойду на вечеринку. Я после официальной части сразу уеду. Я уже и билет поменяла. Почему? Не хочу. Это из-за икорька, что ли? Варь, ну ты чего? Тебе такое повышение светит. Тебе зачем вообще этот псих-неудачник нужен? Я тебя не понимаю. Людка, да плевать я хотела на это повышение. Правда. Нет, я, конечно, им безумно благодарна, но... Я не за этим в Москву ехала. А зачем, Варь? Люда за ним. А? Это после всего, что он тебе наговорил? Да. Да? У тебя вообще гордость есть, подруга? Да нет у меня гордости, Люд. Остановите, пожалуйста, здесь. Не надо останавливать. Ты с ума сошла? Люд. Лежайте. Люд, попроси прощения за меня у руководства. Остановите, пожалуйста. Какая дура, а? Дура! Дура! Поехали! Я сейчас очень занят. Оставьте сообщение после сигнала. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, спасибо. Петь, ты чемодан достань. Ага. Ну, привет, красотка. Слушай, такая пробка была от аэропорта. Кошмар. Ты давно дожидаешься? Ты чего? Люточка, а можно я у тебя поживу недельку? А то я у Серовых больше не могу оставаться. Ну, конечно, можно. А ты чего дома-то не ночевала? А ты чего дома-то не ночевала? У Игоря была? Нет, я одну ночь в кафе просидела, а второй в офисе. Здрасте. Знакомьтесь, это Петя. Это Варя. Очень приятно, Петя. Петь, ты иди сейчас домой, ладно? А, хорошо. Я позвоню. Все, давай, давай. Ага, пока. Варюш. Илья. Варя. Так, понятно. Сейчас, ну, давай, не плачь. Ну, чего ты? Алло. Настя, короче, давай ко мне быстро. Никакой ванной. Тут у Варьки истерика. Давай, возьми что-нибудь покрепче, да? Что такое? Все, я не могу больше. Не может она. Пятьсот евро бутылка. Борюсик во Франции покупал. Давай пей. Ого. Давай-ка и мне тогда плесни. Хитрая. Девочки. Надо что-то думать. У меня знакомый есть. Одноклассник бывший. Он недавно из тюрьмы вышел. За десятку, может, Игорька так и отделает, что он вообще потом на женщин смотреть не будет. Настя, ты чего Варьку под статью подводишь? Не надо ничего делать. Жизнь их сама накажет. Накажет обязательно. Жди. Запомни одну простую вещь. В жизни справедливости нет. Я помню, Борюсик, а жена как-то на меня порчу наводила. Я полгода болела. Ходила ко всем врачам и ничего не помогала. Потом эта гадалка сама меня нашла и за деньги порчу сняла. Очень хорошая женщина. Зовут Альбина. Я тебе сейчас дам ее номер. Мне бабушка говорила, что это грех большой. Слышь ты, госпожа Беладонна, хватит Варьки мозги крутить. Не надо этого делать. Ты потом всю жизнь будешь огребать за это. Ни в коем случае. Что, из горбицей уйти, пока они смеяться будут? А они будут над тобой смеяться и сейчас смеются. Я не понимаю, Люд, что в этом такого? У меня все подруги ходят к гадалкам. Все живы, здоровы и счастливы. Не пойду. Никаким гадалкам. Мне уже унижения хватило. Значит так, ты завтра приходишь на работу и делаешь вид, что вообще всего этого не было. Надо всем показать, что ты сильная. Да. Ну, пусть не думают, что сломали меня. Номерок я тебе все-таки дам. Мы завтра заберем твои вещи, и ты забываешь про эту семейку, как про страшный сон. Давай, давай выпьем. Девочки, я... Спасибо. Ой, перестань. Я вас так люблю. А я? Варя, ну я все-таки не понимаю. Ну, если я что-то сказала не то или сделала, ты мне скажи, я извинюсь, если тебя это задело. Тетя Марин, я же вам уже сказала, все в порядке. Правда, еще раз повторяю, просто мне надоело сидеть у вас на шее. Вот и все. Да не сидишь. Я на твоих борщах вон поправилась на целых два килограмма. В платье ни в одно не влезаю. И потом с Ритой ты подружилась. У нее друзей-то не так много. Мама, оставь ее в покое. У Варьи есть причина. Что ты имеешь в виду? Выражайся яснее, пожалуйста. Ты помнишь Игоря? Варю молодой человек. Прекрасно помню. У нас с ним роман. И Варя нас застукала как в дурацком анекдоте. Что? Надеюсь, это глупая шутка? Если ты мне не веришь, у нее спроси. Это правда? Правда. Она с ума сошла? Ты с ума сошла? Ты просто помешалась? Нет, мамочка. Это ты помешалась, если думаешь, что я позволю тебе лишить меня счастья. Это вот этот прохиндей счастья? Да этот? Я буду за него замуж и рожу ему ребенка, как нормальная женщина. Или что ты думаешь? Только Варенька имеет право на личную жизнь. А предложение-то он тебе хоть сделал? Это не важно. Это не важно. Он, наверное, решил для начала пощупать, сколько я за тобой даю. А я тебе вот ничего не дам. Мам, отстань. Нет, не отстану. Останетесь без скала, без двора. И куда ты теперь? Свободное плавание, естественно. Моя девушка посоветовала мне свой бизнес открыть. Звучит красиво, но все равно страшно. Вот так. Как ты там сказал? В открытое море? Мне в корпоративном болоте страшнее было. Поэтому на своей фабрике счетоводов, пусть такая, как Куликова работает, старательная посредственность. Пока, работнички. Ушел? И так легко. Ну а что ему? У него теперь невеста с трешкой в центре. Да и к тому же скоро наследство светит. А ты что, разве не слышала, как он тут хвастался перед нами? Варь, а это правда, что ты из-за Игоря в Турцию не поехала? Нет. Привет. Давно ждешь? Не очень. А там задержали, взблодоражился весь этот офисный плантон. Мы тебя не отпустим. Да. Я сказал, нет, с меня хватит. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дверь закрой Угу Субтитры делал DimaTorzok На почте А вы не знаете Ну, предупреждаю Извиняться Субтитры делал DimaTorzok 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 Простите, пожалуйста Простите Девушка, а вы не подскажете Дом номер восемь? Что? Рита? Как ты меня нашла? Я в консерватории была Мне сказали, что ты уволилась Державший Волочь уволил меня Всключил из репертуара Я ему из заявления прям лицо бросила Дур, конечно Сейчас хоть какие-нибудь декретные получала Хоть что-то А Игорь что, совсем не помогает? Я случайно узнала, что ты Ладно, что вы расстались А кто такой Игорь? Я не знаю такого человека Он что, ушел? Знаешь, что ты в положении никак не участвует? Сказала, что не хочется ее крылья подрезать А ребенок потянет его на дно Хотя куда уж ниже Мы и так с ним В такой яме жили Так, Риточка Пойдем, тебе надо поесть Я что-нибудь вкусненькое приготовлю Куда идти? Пойдем Пока еще мы с мамой жили Так вроде все нормально было Он цветочки мне носил Маме руки целовал Хотя нет, был один случай Он мне такую пощечину влепил Что я аж отлетела Это после того, как я предположила Что это он часики Увел Ну ничего, потом Целую неделю прощения на коленях просил А когда мамочка нас вытурила Вот тогда он и показал свое истинное лицо Артист Сволочь Сволочь Как там мамочка поживает? Она ненавидит меня? Да нет, она Игоря ненавидит А тебя она с радостью примет обратно, я уверена С пузом? Без работы? Это вряд ли Риточка, а ты попробуй пойди к ней Она очень страдает Я своей маме была нужна, когда подавала Надежда Это достаточно долго было А сейчас я позор для семьи Ну что ты такое говоришь? Ты позор? Да она когда увидит малыша, она все сразу простит Моя мама? Да Да Твой ребенок и ты, это и есть ее семья Не все эти портреты в фотоальбоме Ой, Варя А у тебя тут мило Ага Нет, ну правда, если занавески повесить и палас постелить, то У тебя до какого числа квартира оплачена? Да я не помню, когда я последний раз платила Хозяйка за границей, вот я и сижу поджав хост Так давай я тебе помогу, мне отложено С ума что ты сошла, ты здесь при чем? Я у тебя деньги не возьму Так это не для тебя, а для ребенка Рита, и вообще, если бы не я, то с тобой бы все это не случилось Варь, ты как моя мать говоришь Если бы Варька этого мужика к нам не привела, все как-то по-другому, наверное, было бы Да я не об этом Просто, понимаешь, когда все это произошло, я очень мучилась, страдала и Я к гадалке пошла И она на вас с Игорем Порчу какую-то навела, или как это называется СМЕХ Варь, ты чего? Рита, прости меня, пожалуйста, я правда этого не хотела, я вообще не хотела ничего дурного Варь, ты серьезно? Ну ты тихоня Варька, ты не из деревни приехала, ты словно и свалилась, какая гадалка, чушь все это Там закипела, кажется Гадалки Да какое счастье, усталость только одна И это нельзя, то нельзя, эти бесконечные анализы Как будто я не беременная, а больная Ну, на самом деле себя чувствую какой-то разваленной Ой, ну тихо, тихо Пинается? Угу Если бы не знала, что у меня девчонка, подумала, что футболиста жду Ой Ой Рит, у тебя что, девочка будет? Да Слушай, ну это же здорово, будет такая же красавица, как и ты Была красавица, теперь жаба с пузом Да не правда, ты еще красивее стала, но у тебя лицо все светится Ну, светится А как ты ее назовешь? А как ты ее назовешь? Соня? София Красивая имя для пианистки, да? А она что, по твоим стопам пойдет? Ты что, с ума сошла? Она по-настоящему будет талантливой, как Моссов, как Гренгульд Вот ради этого я буду жить дальше Вам кого? А мне нужна Альбина, ясновидящая Я у нее давно была, мне нужно у нее кое-что спросить Когда же выходить-то перестанете? Нет, ее тут не живет больше Подождите, а как же? Не нужно, чтобы она все исправила А у вас нет ее телефона или адреса? Ну а чего же? Колония-поселение номер семь Осужденная Виктория Супрун Она же гадалка Альбина То есть как, ее осудили? А так, мошенница она, аферистка Устроила здесь салон по одурачиванию граждан А я дурак, квартиру ей сдавал Меня чуть не привлекли за соучастие По судам таскали, чтобы я еще когда-нибудь квартиру сдавал Да никогда! До свидания! До свидания! Да, Варька Ты все-таки редкостная дура Она же мужика у тебя увела Люд, ну это не важно Правда, будем считать, что она меня уберегла от него Так сказать, взяла удар на себя Перестань Так я не поняла Ты теперь собираешься всю зарплату тратить на бывшую своего бывшего их ребенка, так? Я собираюсь зарплату тратить на свою племянницу Ой Слушай Так у меня идея Можете самой родить Ну правда, если у тебя так инстинкт разбушевался А что, возьмешь отпуск на работе? Ты его давно заслужила А мы с Петькой тебе поможем Или даже лучше Давай Петька станет суррогатным отцом Ну это, донором Да ну тебе Посмотри, какие маленькие Ну неужели бывают такие крохотные ручки Добрый день Я могу вам помочь? А уже знаете мальчик, девочка? Я не беременна Просто помогаю Ой, извините Сколько вашему ребенку? А она еще не родилась Понимаю Я сама на четвертом месяце все приданное заранее купила Все-то мы спешим Рита! Риточка! Рит! Я вам с малышкой такую прелесть принесла! Вам надо хорошо питаться, я еще еды всякой набрала! Рит! Господи, Рит, что-то случилось? Рит! Они сказали, что у меня будет урод Что-то с желудочком головного мозга А если вы же ведь будет дебилами навалит? А если вы же ведь будет дебилами навалит? А что Рит? А что Рит? Плотарок от Господа Бога! Котова великого рода! Плотарок от Господа Рит! Я все, я устала! Я к чему не хочу! Рит, ну это ошибка какая-то! Рит! Риточка, мы сходим с тобой к другому врачу! Рит! Рита! Рита! Господи, Рит! Рита! Рит! Я сейчас скорую вызову Рит! 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 Вы ее сестра? Да. Я дальняя родственница. До утра вряд ли доживет. Возможно, понадобится оперативное вмешательство. Как? Не доживет? Рита? Умерла ваша Рита. Доза в четыре раза превышает смертельную. Я вообще удивляюсь, как их довезли. Я ребенке. Состояние ребенка стабильное. Возможно, еще какое-то время подержится. Вы понимаете, о чем я говорю? Сонечка. Простите. Девочку зовут Сонечка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok